Это пространство между Кремлем и Пашковым домом в свое время называли еще Поляна Никсона. Место расчистили от старой застройки в 1972 году, перед приездом Ричарда Никсона, перед первым визитом президента США в Москву. Мол, так оно будет лучше смотреться при проезде кортежей с Большого Каменного моста в Боровицкую башню Кремля. Руководитель самой могущественной капиталистической державы в Москве. Уже сам этот факт – свидетельство торжества политики мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Под этот визит Никсона, под начало разрядки советско-американских отношений, вообще много чего расчистили. В том числе разрешили сравнительно массовую еврейскую эмиграцию из СССР в обмен на режим наибольшего благоприятствования в торговле с Соединенными Штатами. Теперь они получили не просто право эмиграции на историческую родину, которого так яростно добивались. Только евреи из всех граждан СССР могут отказаться от социализма. Казалось, диссидентство должно пойти на спад. Вам не нравится советская власть? Проваливайте, не мешайте нам к ней лояльным. Вообще это было бы популярно. Уезжайте в свой Израиль, уезжайте к себе в свой Тель-Авив. Но в тех случаях, когда я вступал в какую-то полемику, я говорил, что это моя страна, я здесь родился. И когда мне в свое время КГБ потребовал, чтобы я в течение 20 дней покинул Советский Союз под угрозой ареста, я им тоже ответил, что уезжайте вы, вы здесь лишние, а я здесь свой. В 1971 году из СССР выехало 13 тысяч евреев. В 1972 году в год визита Никсона 31 тысяча. И еще больше, подав заявление, не получили разрешения. Власть думала, что поедут религиозные дедушки из местечек. Но таких почти не осталось. Эмигрировать захотели специалисты средних лет из крупных городов. Никсон приезжал в мае, а уже в августе того же, в 1972-го, установлена плата за образование. В среднем с каждого дипломированного эмигранта примерно цена «Жигулей». Американские конгрессмены Генри Джексон и Чарльз Веник вносят поправку в закон о торговле. Не может быть нормальных коммерческих отношений со страной, которая отказывает своим гражданам в праве на свободную эмиграцию. В 73-м году у генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева ответный визит в США. Для его успеха и дела разрядки надо показать американцам, нет такой проблемы. В Кремле заседает Политбюро ЦК КПСС – настоящая высшая власть страны. Брежнев требует приостановить закон об оплате дипломов и демонстративно отпустить даром часть евреев-заявителей. Председатель Комитета госбезопасности Андропов осторожно возражает. Леонид Ильич, начали уезжать врачи, инженеры и так далее. Начали от академиков заявления поступать. Я вам предоставил список. Никаких академиков. А из этих 39 тысяч заявок вы отберите 500 человек и отправьте их. Продолжение следует... Продолжение следует...